зарядил и теперь буду опять вот это изделие вот этот уголок я буду крепить здесь я отверстие сделал здесь правда отверстие не доделано такая вот лунка образовалась но не сквозная вот такая вот беда получилась маленькая беда ну ровно 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 не матерюсь даже как ровно теперь опять вот таким вот образом прижимаю и здесь тоже вот так вот прижимаю здесь есть отверстие и под подвел к черте а здесь место свободное вот теперь как-то надо умудриться не знаю левой рукой придется работать оправа вот так вот придерживать до того неудобно вроде бы так между ног палку есть контакт вот не поверите как сложно 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 тут отверстие нет как-то легко получилось не каждый раз такой стою боюсь как бы раковина не слетела она стоит только на 3 опорах это курика чуть не качается чуть не упал так вот здесь надо закрутить так удобно держать оправа так неудобно так опору сделать боюсь как бы не сваливалась то есть и влечь вот таким образом вот так удобно вот так вот здорово получилось а стою и врать не буду на одну ноге вот таким вот образом стою ну тут помогает вот этот профиль просто спасает мне все готово вот сюда нужно закрутить сюда 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 это думаю и здесь тоже нужно укрепить а вдруг шкаф будет вот отсюда уйти наверно так будет вот отсюда так если он здесь будет он закроет зак закроет вид и будет торчать здесь на углу значит шкаф где-то будет вот я думаю вот отсюда шкаф будет отсюда здесь установят наверное вытяжку вот здесь вытяжка наверно будет и будет уходить весь пар туда вот через вот навесную вытяжку я так думаю вот здесь будет установлена вытяжка вот так вот здесь вот шкафы значит вот здесь надо тоже делать обязательно нужно делать выключатель будет установлен здесь с правой руки вот я когда ухожу с этого помещения выключил а если я например надо мне войти я правой рукой включил то есть не таким вот образом не левой рукой вот именно левой рукой он как-то выключил вот так это вот такие вот мысль всегда нужно их в каждую мелочь толкать свои мысли по мелочам вот именно по мелочам а мелочи они потом и создают неуют после этого ремонта вот это вот мелочи и сказываются потом на настроение вот здесь произошел перегиб а вдруг там резина уже стала старая и вот этот изгиб этой резины возможно может быть здесь утечка воды и под давлением просто-напросто можно затопить сначала потихоньку когда меня не будет и вдруг прорвет и такое может быть вот что-нибудь часто встречается когда меня вызывает когда в квартире появляется и возникает потоп и вода появляется на полу вот вся причина в этом и была что внутри вот эта резина она разная бывает некоторые держатся годами а бывает что купишь и на второй день она лопается не знаю почему так но на самом деле вот интересно получилось с этой раковиной с этой стороны доски подготовил отверстия сделал и разинковал Теперь надо будет мне вот с той стороны сделать, мешает, что-то тут не получается. И вот это вот мешает. Ну это же, а? Брать не буду, мешает. Вот этого плотно сделал, это ужас. Вот так, до черточки. И теперь мне нужно зафиксировать здесь. Все зафиксировал и там теперь нужно сделать отверстие, разинковку вот этим сверлом, чтобы утопить вот эти шляпки, которые будут здесь. Они мне, конечно, не нужны. Теперь я... Тут полегче, но там... Запомню. Запомню. Следуйте. Прилучить... Теперь я выброс duration. Посмотрим. Так... Дюма. чтобы саморез туда вмялся чтобы была одна плоскость он туда пойдет по полной программе и и и и и и Где-то вот так было, где-то вот так, запомнил, запомнил, но саморез сейчас сам покажет куда ему лезть, он залез на свое место, да еще и я запомнил, теперь можно зафиксировать вот здесь. Класс получилось, ну и теперь там посмотрим. Как здесь получится, получится должно. Видите, ровненько стало, теперь здесь. Ровненько стало, врать не буду. Ха-ха-ха, ну до того здорово получилось, идеально, перехожу на этот пролет, вот так у меня получился первый пролет. Вот с этой доской. Ну, а здесь уже полегче. Такую же сделаю, и только нужно их резать. Резать, резать, резать. Сейчас я нарежу, все подготовлю, а в принципе можно уже и первый лист гипсокартона устанавливать. Ну, у меня здесь закреплена вот эта вот направляющая для вот этих вертикальных профилей. То есть снимать я не буду, буду продолжать работать. Когда все закреплю, тогда и буду крепить лист гипсокартона, никуда не денусь. Ну, чтобы мне не забыть, а это можно забыть, нужно опять вот эту лапку убрать.